Ле Парисиен, Франция Француз Дамьен Ле Талик хочет сыграть за Россию на Евро 2020 года Ромен Байо Ле Парисиен, Франция 23 декабря 2019 года Внешне Дамьен Ле Талик похож на обычного туриста, приехавшего посмотреть Москву Полузащитник Монпелье, в натянутой на уши шапке, чтобы защититься от ноябрьского холода Позирует на Красной площади на фоне Кремля и собора Василия Блаженного Но на самом деле Дамьен, разместивший эту фотографию в своем инстаграме с подписью на русском языке Отличные семейные выходные Частый гость в Москве, где у него есть квартира в историческом центре Несколько месяцев назад уроженец французского города Пасси начал процесс получения российского гражданства Моя жена Кристина, русская, а у моего ребенка двойное гражданство, объясняет футболист Я играл в Мордовии почти два года, и я очень часто туда приезжаю, чтобы отдохнуть и повидаться с друзьями Я попросил российское гражданство, чтобы облегчить мои поездки между Францией и Москвой А потом все закрутилось На чемпионате мира по футболу 2018 года, в домашнем матче, завершившемся проигрышем Хорватии в четвертьфинале За сборную России действительно играл защитник Марио Фернандиас родом из Бразилии Затем другой бразилец, Гильерме, был вратарем сборной России и будет играть в матче против Бельгии на Евро 2020 Но на деле правила FIFA не позволяют французу выступать за Россию Согласно правилам FIFA, чтобы играть за российскую сборную, леталеку нужно было родиться в России Иметь ближайших родственников по родительской линии или прожить там пять лет подряд после достижения 18-летнего возраста Француз не подходит под первые три условия и играл всего полтора года в Саранске Думаю, что FIFA позволит мне поменять футбольное гражданство То, что я никогда не играл за сборную Франции, может сыграть мне на руку, говорит леталек, который играл только в молодежных командах В ожидании документов, Дамьян леталек проведет часть новогодних праздников с женой и сыном в России В стране, которая может скоро стать его новой родиной Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ